Через три дня Одну тысячу рублей. Сумма для семьи с двумя детьми не маленькая, а между тем сроки поджимали. Расходников хватало еще максимум на месяц. Поэтому с просьбой помочь этой семье мы обратились к вам, зрителям Восьмого канала. Жалко, что котика нельзя было с собой взять, да? Уже на следующий день семья отправилась во Владивосток. Девочке требовалась плановая госпитализация. Вместе с мамой ее положили в краевой центр диабета и эндокринных заболеваний. Когда уезжали, ни она, ни родители не знали, успеют ли собрать деньги к тому моменту, когда коробки с расходниками окончательно опустеют. Конюля вообще меняется через три дня. Но бывает на иголочке или загибается, или бывает непроходимость, бывает через сутки меняешь эту конюлю. Вот в них больше необходимости в этих конюлях. Заветная фраза «Сбор закрыт в жизни» этой семьи прозвучала уже через несколько дней. Сюжеты вышли сразу на двух местных телеканалах. Теперь на собранные деньги можно закупить расходных материалов даже не на год, а на полтора. Но самое приятное, что благодаря вам, зрителям Восьмого канала, а также всем тем, кто не остался равнодушным и перечислил средства для Алины Радченко, удалось помочь еще одному ребенку. Сереже Казуку требовалась даже большая сумма – 199 тысяч рублей. А теперь и на его страничке на сайте Русфонда появилась заветная надпись «Деньги собраны». История Сережи Казука также не может оставить равнодушными. В девять месяцев у мальчика диагностировали детский церебральный паралич. Его родители развелись, когда ему было всего три месяца. С тех пор за ним ухаживает только бабушка. Из Кавалеровского района возит на реабилитацию во Владивосток. Дома сама делает ему уколы и массажи. Мальчик плохо держит равновесие и не справляется с элементарными повседневными задачами. Русфонд решил собрать для него 199 тысяч рублей, чтобы на эти деньги отправить на профессиональное лечение. Сережа нуждается в госпитализации для проведения восстановительного лечения. Необходимо развить мелкую моторику, снизить тонус мышц, улучшить навыки ходьбы и пополнить словарный запас мальчика, заключила невролог Московского института медицинских технологий Елена Малахова. Сайт Русфонда постоянно обновляется. Помогли одним, тут же появляется подробная информация, кто еще нуждается в вашей помощи. Коле Ладыгину из Чугуевского района необходима инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. К сбору необходимо 200 с лишним тысяч рублей. А у пятилетней Даши Лепчук опухоль языка и полость рта. На лечение ей срочно нужно еще 177 тысяч рублей. К этим ребятам мы обязательно съездим в гости и расскажем вам, зрителям восьмого канала, историю каждого из них. Но помочь им можно прямо сейчас, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Но даже такая небольшая сумма может помочь сделать большое дело в жизни маленьких людей. Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова